А как вам такое определение? Первый независимый поп-альбом в Советском Союзе. Что вы об этом думаете? Пока вы думаете, мы готовимся. Сейчас вам расскажем. Всем привет! Вы на канале Машина Рекордс, и мы традиционно рассказываем вам о тех пластинках и тех музыкальных изданиях, которые были подготовлены нашим лейблом, о разных интересных моментах, о секретных историях, о материалах, о музыке и обо всем вокруг музыки и музыкальных носителей. И сегодня в нашей программе рассказ об истории альбома «Банановые острова» Юрия Чернавского. Поехали! Вот так выглядит это прекрасное издание. На виниловой пластинке, на черном виниле оно есть, есть на прекрасном желтом, которое сейчас уже стало раритетом, потому что желтый тираж уже давно закончился и распродан. История записи самого альбома уходит своими корнями в 80-й год, когда Юрий Чернавский был продюсером такой интересной пластинки, которая называется «Кружатся диски». Когда к Олимпиаде 1980 года в Москве была поставлена задача партии и правительствам, что у нас должна выйти пластинка, которая соответствовала бы своим звучанием каким-то европейским дискообразцам. «Прощанье близко! Продлить нам встречу нельзя! Продлить нам встречу нельзя! Но по-прежнему кружатся диски!» Это прекрасный образчик, скажем так, хорошего диско-саунда, прифанкованный, с элементами фанка, соула, в общем, все как надо. Сыграно и спродюсировано просто по фирме, что называется, другого и не скажешь. И вся эта история, в общем-то, сподвигла Юрия Чернавского к тому, что нужно делать современную модную эстрадную музыку, а не только упираться в какие-то рок-мотивы и рок-посевы. С этой мыслью он, соответственно, продолжал работать и пришел к идее того, что нужно сделать какую-то свою запись, какой-то свой альбом, который бы позволил ему выразить все те музыкальные идеи, которые у него были. И, соответственно, он вложил эти идеи в альбом «Банановые острова». К 1982 году Юрий Чернавский, скажем так, состоял в творческом коллективе вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». И с привлечением музыкантов и состава веселых ребят и ряда других деятелей культуры, скажем так, была идея записать альбом. И записать альбом, что называется, в современном модном стиле. А самым модным стилем на 1982 год был, конечно, не вейв. Синтезаторное звучание, оно, в общем-то, покоряло умы не только зарубежных продюсеров, но и наших отечественных. И хотелось все это как-то реализовать и выразить. Студия, на которой записывался сам альбом, находилась в подвале одного из московских дворцов культуры. Причем периодически этот подвал заливался водой. Там стоял относительно нехороший запах по воспоминаниям Юрия Чернавского. И, в общем, работа вся эта, скажем так, не изобиловала эмоциональными какими-то приятностями, но, может, именно это и укрепило дух музыкантов, которые помогли, собственно говоря, Юрию Чернавскому записать этот альбом. Из технического арсенала студии было всего два магнитофона STM. Это два обычных стереомагнитофона. Потому что многодорожечная запись на тот момент была недоступна. И поэтому запись альбома осуществлялась методом наложения. Сначала записывались болванки традиционно, басы, барабаны. Соответственно, в записи принимали участие рыжов и китаев. Это, в общем-то, считается лучшая такая ритм-секция московская. Начало 80-х годов, которая отметилась на большом количестве записей и в ряде разных музыкальных коллективов. И, соответственно, к проекту присоединился другой соавтор. Это Владимир Матецкий. В результате чего, собственно говоря, проект получил сначала название дуэта, если я не ошибаюсь, потом трансформировался в Чернавский Матецкий. Хотя и, в общем-то, подпольная звукозапись, которая распространяла этот альбом, иногда называла его одним из альбомов «Веселых ребят». Потому что создан он был непосредственно на студии «Веселых ребят» и при участии не только Китаева и Рыжова, но и, к примеру, Буинова, который, в общем-то, хоть и сохранился в памяти поколений, как очень-очень поп-исполнитель, по факту, был выдающимся музыкантом, причем был, в общем, остается, выдающимся музыкантом и мультиинструменталистом, и с хорошим вокалом. Поэтому достоинства его не ограничиваются песенкой про «Не волнуйтесь, тети». Ой, напрасно, тетя, вы лекарства бьете и все смотрите в окно. Ой, ой, не волнуйтесь, тетя, на работе, а ни с кем-нибудь кино. К записи альбома приступили, начали записывать, собственно говоря, первые инструментальные болванки, потом на эти инструментальные болванки-барабаны с басом их, соответственно, порезали на много мелких частей, выбирая самые грувовые, самые драйвовые фрагменты. Потом были, соответственно, написаны тексты и приготовились, в общем-то, к записи вокала, и была мысль привлечь к записи вокальных партий для альбома, в том числе и вокалистов «Веселых ребят». Но, с одной стороны, ситуация эта все никак не складывалась, чисто технически. И Юрий Чернавский в какой-то момент для того, чтобы зафиксировать какие-то результаты, записал свой вокал. И неожиданно эта история понравилась всем участникам процесса. И все сказали, что нужно оставлять вокал Чернавского, хотя он очень странный, демонический, скажем так. И, ну, в принципе, очень неожиданная вокальная подача. Но то, что получилось в итоге, всем очень понравилось. И на альбоме, на его записи, соответственно, остался вокал отца всего произведения на Юрия Чернавского. Затем шла просто поистине титаническая работа по монтажу альбома. Для того, чтобы обеспечить максимальную чистоту звучания и качество звучания альбома, Чернавский начал монтировать таким образом, что те фрагменты альбома, которые представляли собой инструментальный трек, в котором не было вокала, для этих фрагментов были взяты оригинальные инструментальные болванки. Когда начинался вокал, соответственно, это была готовая инструментальная дорожка, на которую наложением писали голос. Вырезался кусочек с вокалом. Вырезался, мои друзья, в прямом смысле слова. То есть была пленка, ножницы, скотч. Вырезался кусочек, аккуратно склеивался в стык, чтобы не было ни сбивки, ни по ритму, ни по уровню. Почему? Звучал фрагмент с вокалом. Следующий инструментальный кусок звучал как бы из фонограммы без наложения. И вот так вот монтировалась каждая композиция. Понятно, что сегодня какими-то компьютерными методами удалось бы это все сделать гораздо быстрее, чем орудуя ножницами и скотчем. Но, к сожалению, техническая база, скажем так, этой студии, на которой продюсировался альбом, такого, в общем-то, к сожалению, не позволяла. И, в общем, это просто, конечно, титанический труд. Более того, когда вы слушаете этот альбом, и даже я, как там профессионал и звукорежиссер, я многих склеек вот этих вот даже не услышал. Потому что настолько все это мастерски исполнено, настолько все это аккуратно срощено в общую такую ткань, что практически этого катинга его не слышно. Потому что настолько все сделано фирменно и драйбово. Альбом был записан. И, в общем-то, даже Владимир Матецкий приложил определенные усилия, должен был приложить для того, чтобы эта пластинка вышла на мелодии. И предполагалось, что она выйдет именно на пластинке. Но сложившаяся, так сказать, политическая и социальная ситуация и весьма неоднозначные тексты на альбоме не давали возможности пропустить эту пластинку через худсовет. И, к сожалению, она стала распространяться исключительно на магнитных носителях, на кассетах, на катушках. Альбом моментально получил массу положительных отзывов в первую очередь от музыкантов советских. И, в принципе, надо отметить, вот я всегда для себя разделяю музыку на две такие интересные категории. Что есть категория музыки, которая написана для публики, для слушателя, а еще есть такая более маленькая категория музыки. Это музыка для музыкантов. То есть, когда музыканты делают что-то для музыкантов и закладывают с профессиональной точки зрения такие фишки, которые, может быть, не услышат и не отметят обычный слушатель. А музыкант, как бы, да, он поймет, что это сделано очень круто, очень классно, что в этом есть много музыкальных и продюсерских инноваций. Вот их в этой пластинке для 1982 года, для Советского Союза, просто огромное количество. А если еще учесть, что продакшн этого альбома осуществлялся на таком, скажем так, слабом техническом парке, фактически на коленках, то это, конечно, недосягаемая высота. Как рассказывал одном из своих интервью Юрий Чернавский, что после того, как он закончил альбом, он отправился в отпуск. И две или три недели его не было в Москве. Он отдыхал. После этого он вернулся и зашел в гости к Андрею Макаревичу. И спросил Макаревича, ну, типа, как дела, что слышно. Ну, тут ему рассказал, говорит, ну и что, говорит, что теперь слушает страна? Он Корейч сказал, ну, говорит, страна слушает машину времени. После чего сделал паузу и сказал, машина времени слушает банановые острова. Наверное, это было, в общем, определенным уровнем признания и культовости этой записи. К сожалению, до середины 90-х годов этот альбом, по большому счету, так и не получил никакого официального признания и никакого официального издания. Несмотря на то, что на песню «Робот» был снят клип, и, конечно же, что сама песня «Мальчик Бонанан», которая дала имя главному герою фильма «Асса» и, собственно говоря, сыграла в саундтреке этого фильма достаточно важную роль. Потому что для продвижения самого произведения в целом, к сожалению, ничего не дало. Кстати, по воспоминанию Чернавского песня «Фильм Асса» была включена без какого-то согласования с ним. Это раз. И второе, он, естественно, говорит, что никакая фонограмма песни для фильма тоже не предоставлялась. И, по всей видимости, тоже фильм, она попала с какой-то вот рядовой, ходящей по рукам копией, а не с оригинальной записи самого альбома. «Мальчик Бонанан» «Здравствуй, мальчик Бонанан» «Здравствуй, мальчик Бонанан» Как я уже сказал, только уже в России в середине 90-х альбом впервые был переиздан на компакт-диски, но и там произошла проблема. Один трек был утрачен в трек-листе и заменен на инструментальную композицию тоже полноценного. Издания, альбома не было. В 2014 году команда издательства Миру Мир в оглобе с Данилом Масловским, который сейчас является честью команды Машина Рекордс, они сделали первое издание на пластинке Банановых островов. Издание сделали хорошее. К сожалению, по воспоминаниям и по поискам Юрия Чернавского мастер альбома не сохранился. И для издания использовали копию Александра Агеева, одного из известных московских писателей и подпольных распространителей записей. Мастинг фонограммы по настоянию Юрия Чернавского делали соответственно в Америке, там где он сейчас живет, и с этой фонограммы выпустили пластинку. В принципе выпустили хорошо и казалось бы, что достаточно такое исчерпывающее издание и возвращаться к его переделке может быть и не было смысла до тех пор, пока в нашем распоряжении не появилась другая копия этого альбома. И здесь важен один интересный такой технический факт. Ввиду того, что у Чернавского на студии не было приборов обработки, не было компрессоров в том числе, а плотности звука очень хотелось добиться, он использовал достаточно простой, но распространенный метод для увеличения компрессии сигнала, увеличения его плотности, метод переписывания просто с одного магнитофона на другой, с 38-ой скоростью на 38-ую, с небольшим там один децибел превышением стандартного уровня записи. Эта перезапись осуществлялась три или четыре раза. И некоторые композиции реально были просто убиты по звуку из-за того, что к ним применялась вот эта вот технология. И когда я стал сравнивать исходники, потому что вот эта пленка, которая у нас есть, она является копией альбома промежуточного, скажем так, варианта, который не подвергался этой многократной перезаписи. И, соответственно, оценив и послушав эту запись, мы в издательстве пришли к выводу, что, наверное, это было бы здорово, чтобы вы могли услышать эту запись, как бы не такую ужатую, не такую вот сплющенную. И, в общем-то, мы пришли к идее, что сделать второе издание этого альбома. И альбом у нас вышел и на виниловой пластинке, и на компакт-диске, и даже на аудиокассете. Если вам интересно, то вы можете сравнить одно издание и другое. Звук, сделанный на нашей студии со звуком, сделанном в Соединенных Штатах. Из дополнительных плюсов издания нашего то, что мы все-таки провели реставрацию записи, чего не делали американцы. На американском исходнике там повреждения, какие-то фонограммы, дырочки, они не заклеивались. Там сделали только мастеринг самой фонограммы, ничего не делали. Мы, наоборот, в нашем традиционном скрупулезном стиле постарались и саму фонограмму технически привести к максимально возможному, так сказать, и интересному качественному уровню и с точки зрения сохранности самой пленки. Как получилось? Что же решать вам, если вы любите этот альбом? А я знаю, что любят этот альбом не только в России, и за рубежом, и поклонники зарубежного New Wave тоже ценят эту запись. Если вам это интересно, соответственно, ссылочка внизу на то, чтобы приобрести издание на пластинке или на компакт-диске. К сожалению, такого красивого желтого винила уже давно не осталось, но издание на черном виниле вы еще можете приобрести. Ну, а мы на канале Машина Рекордс ждем вас снова. Приходите к нам, смотрите новые выпуски, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте колокольчики. Встретимся здесь, оставайтесь на нашей волне. С вами была Машина Рекордс. Пока!